В ходе арскопок на юго-западе Ирана, в могильнике Толя, Чагасуфла, на равнине Захреха, группа иранских археологов обнаружила 13 деформированных черепов людей. Об этом поразительном открытии недавно объявили профессора Махдей Алиризазада, Хамед Вахдадин Асаб и Аббас Магаддам. В статье опубликована Иранской научно-археологической ассоциацией. На этом месте до сих пор было раскупано 13 деформированных черепов. Эти черепа хорошо сохранились. Это не первые вытянутые человеческие черепа, найденные в Юго-Западной Азии. Деформированные черепа из толчья Гасуфла имеют сходство с другими найденными останками, причем все черепа относятся к периодам неолита. Подобные черепа выпадали из общепринятых норм официальной науки. Ученым надо было это как-то объяснить, и выдвигались различные теории. Давление почвы может создавать деформированные черепа внутри могил. В других случаях люди могут родиться с подобными деформациями. Однако прежние попытки отвергнуть все деформированные черепа, как результат воздействия природных сил выглядели, настолько неубедительно. Что в итоге была найдена самая логичная причина. Люди деформировали свои черепа при жизни и делали это намеренно. Деформированные черепа были найдены по всему миру. На Ближнем Востоке они были найдены в районах между Южной Месопотамией и Южной Анатолией. Самые древние примеры странных вытянутых черепов в этом регионе были связаны с ранним неолитом. На юго-западе Ирана, что свидетельствует о том, что они появились очень давно. Люди с деформированными черепами, найденные в Толе Чегасово, принадлежали к большой группе похоронений в десяти отдельных могилах. Всего на этом участке кладбища было обнаружено около ста скелетов. В возрастах тех людей варьировался от шести до сорока лет. Большинству из них было от тридцати до тридцати пяти лет. Мужчины, женщины и дети были похоронены вместе, без разделения. Что подразумевает отсутствие разницы в статусе. Из тринадцати обнаруженных деформированных черепов, двенадцать находились в одной из десяти братских могил. Мужчины и женщины были примерно одинаково представлены в группе с деформированными черепами, а их возраст колебался от девяти до тридцати лет. Среди женщин и от семнадцати до двадцати пяти лет среди мужчин. На равнении Захрях, в сорока пяти километрах к югу от города Бехбахан, восточной провинции Хузестан, находится поселение Толи-Чага-Сафла и кладбище. Во время раскопок в этом месте археологи обнаружили следы жизнедеятельности, относящиеся к периоду между 4700 и 3700 годами до н.э. Многое из того, что было обнаружено на кладбище, обсуждалось в работе 2021 года, под названием кладбище Толи-Чага-Сафла. В целом, свидетельства, собранные во время раскопок в Толи-Чага-Сафла, открыли много интересных подробностей в историческом образе жизни в регионе Большой Сузианы. Эти детали стали известны в основном благодаря изучению кладбища, с его многочисленными гробницами и конструкциями, разнообразной коллекции погребального инвентаря и скелетными останками людей, живших в то далекое время. Живая часть Толи-Чага-Сафла не была обширной и занимала всего 20 гектаров, следовательно, количество людей, живших там в одно и то же время, должно было быть относительно небольшим. В жилой зоне находится пять курганов различных размеров, причем высота самого высокого из них достигает почти 30 метров над окружающим ландшафтом. С другой стороны кладбище, расположенное с поселения, поражает своими размерами. Оно имеет форму прямоугольника и занимает площадь примерно 800 на 2000 метров. Его огромные размеры позволяют предположить, что кладбище Толи-Чага-Сафла использовалось несколькими поколениями, или что оно было избрано местом захоронения для народов, живших в других местах, а не только в этом конкретном месте. Одна из возможностей заключается в том, что место Толи-Чага-Сафла могло использоваться в ритуальных целях. И это объясняет, почему там было захоронено такое большое количество людей, пропорциональное количество живших там людей. Помимо скелетов с деформированными черепами, в десяти раскопках братских могил было найдено множество тонко обработанных и тщательно изготовленных могильных предметов. Среди находок – расписные керамические миски, кувшины и чаши, каменные сосуды разных размеров, ассортимент металлических предметов и сосудов, а также множество мелких украшений и личных вещей. Эти различные предметы были украшены самыми разными изображениями, включая геометрические знаки, изображения змей и других рептилий. В настоящее время Толи-Чага-Сафла включен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что он еще не номинирован на статус объекта всемирного наследия, но, скорее всего, будет номинирован в недалеком будущем. Обнаружение необычных деформируемых черепов только укрепит позиции объекта, так как это открытие показывает, что Толи-Чага-Сафла имеет богатую историю, уходящую далеко в древность. Толи-Чага-Сафла